Такую оружейную коллекцию матишинские студенты видят впервые, хотя по компьютерным играм этот образец им хорошо известен. Российский пистолет-пулемет «Витязь», созданный на базе автомата Калашникова, имеет начальную скорость 290 метров в секунду. Пуля низкоскоростная, поэтому на нее оказывает большое влияние как боковой ветер, а также движение цели. Потому что пуля, она летит, допустим, те же самые 100 метров, она будет лететь около одной секунды. Отряд «Гром» – это спецподразделение, поэтому и оружие у него специальное. Студенты смогли не только увидеть, чем полицейские дают отпор преступникам, но и лично подержать образцы в руках. Я много чего здесь узнал, мне очень понравилось. Я давно увлекаюсь оружием Второй мировой войны, очень часто слежу за оружием и российскими новинками. И некоторые экземпляры, да, они меня очень сильно удивили, потому что как-то они смогли пройти мимо его взгляда. Спецподразделение «Гром» входит в структуру управления наркоконтроля. Ежедневно его сотрудники борются с наркопреступностью. Противник опасный, поэтому спецназовцы скрывают свои лица под масками. Кандидатам на службу требования высоки. На экскурсию ребята пришли не только из любопытства. Многие намерены связать свою жизнь с этой профессией. К примеру, это же не обязательно может быть военная служба, это может быть в качестве службы, ну, консультантом по той же юриспруденции. У нас профиль экономической безопасности, который предполагает это. И нам активно об этом говорили, поэтому вполне возможно, что я здесь еще когда-нибудь окажусь. Интерес вызвала и демонстрация боевой техники. Для тех, кто не связан с этой работой, это всего лишь машины. А для сотрудников отряда «Гром» это настоящие железные помощники. При штурмовых операциях личный состав боевого отделения передвигается на бронеавтомобиле «Патруль». За свою многолетнюю деятельность он не случайно получил статус одной из самых надежных машин. Экскурсия продолжилась в тактической учебной точке квартирного типа. Здесь сотрудники спецподразделения отрабатывают основные приемы захвата. Во время учений важен каждый элемент – от расстановки мебели до наличия детских игрушек. Также матищинские студенты посетили тир и спортивную площадку. Ребята очень увлечены этой экскурсией. Они зашли и посмотрели такие объекты, которые они не увидели больше бы никогда. И тренировочные объекты, где тренируются бойцы. Очень интересно. Но я думаю, это не последнее наше взаимодействие, экскурсии и так далее. Следующей точкой маршрута стал музей «Динамо». Он был создан несколько лет назад к юбилею организации. Начиналось все с небольшой выставки, а теперь это полноценный спортивный музей. В этой работе, конечно, экспонаты, которые оставались, мы поначалу исходили с того, что они будут главными. Но когда провели нашу работу по истории, то документы, которые мы нашли по нашей организации исторически, они показали, что этот формат намного шире. И музей нужно сделать таким, чтобы он действительно соответствовал нашей истории. Сегодня музей «Динамо» базируется на территории спецподразделения. Попасть на базу дислокации отряда посторонний не может. Вход здесь строго по пропускам. Но иногда случаются исключения, такие как сегодня. Для многих ребят это не просто экскурсия, но и возможность познакомиться с профессией на практике. Здесь, наверное, в первую очередь, все-таки задачи наши стоят в том, чтобы максимально дать информацию для профессионального самоопределения. А максимальная информация для профессионального самоопределения – это где-то даже, может быть, понимание то, чем я не хочу заниматься. Может быть, кому-то понравится, кто-то захочет поставить своей целью, скажет, что вот этим я именно, вот это мое. Кто-то увидит и примет для себя какое-то решение в сфере профессионального самоопределения. В конце экскурсии состоялся кинопросмотр фильма о непростой службе сотрудников отряда. Студенты еще долго обсуждали все тонкости их работы. Возможно, в будущем они тоже будут защищать жителей нашего округа. Продолжение следует...